Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Моя гостья услышала по телефону то, чего не хотел бы услышать ни один родитель. Ее младшую дочь жестоко убили. Затем, верьте или нет, все стало еще сложнее. Бог сказал ей принять убийцу как родного сына. Смотрите в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Моя гостья Линда Марковиц, еврейка, но она этого не знала. Большую часть жизни она была католичкой, она вышла замуж, потом родила двоих детей, к сожалению, развелась и решила, что детей нужно воспитать правильно. Лучшей школой в их маленьком городке считалась церковно-приходская школа. Именно туда Линда отдала своих детей. Накануне концерта она, как хорошая мама, помогала продавать билеты. Но придя на этот концерт, она услышала гораздо больше, чем просто музыку. Линда, поведайте нам, что же там произошло. Я услышала не только музыку. В церкви шла конференция со счастливой семьей Гудманов. Они провели потрясающий концерт, и в конце прозвучал призыв к алтарю. Я не была спасена, мне это было неинтересно. Но поскольку прозвучало такое приглашение, я по какой-то причине встала с кресла и пошла по проходу занять очередь у алтаря. У этого алтаря, Сид, я потрясающим образом встретилась с Иисусом. Я увидела Его лицом к лицу. А чем эта встреча отличалась от того, что вы знали об Иисусе, будучи католичкой? В чем разница? В отношениях. В отношениях. Это была не просто эфемерная идея. Это было присутствие рядом со мной реальной личности, которая приглашала меня к чему-то большему. В тот вечер я получила спасение и исполнилась Духом Святым. Приняв крещение Святым Духом, я сразу же стала быстро молиться на иных языках, и никто не велел мне замолчать. Так я поняла, что можно продолжать так молиться. Вам бы хотелось, чтобы каждый, кто принял Духа Святого и сверхъестественный язык молитвы, не слышал просьбы замолчать, что писал Павел? Молитесь непрестанно. Единственный способ молиться непрестанно — это молиться на языках. Молитва на языках наставляет и созидает Ваш Дух. Дух Линды продолжал расти и укрепляться. Жизнь налаживалась. Она вновь вышла замуж. Она была учителем Библии. У нее были потрясающие отношения с Духом Святым. И однажды, в День Матери, ее не было в городе. В этот день она говорила слово. Обратите на это внимание. Она говорила слово в День Матери. А затем ей вдруг позвонил муж. Что же он вам сказал? Да, я живу в Орландо, но в тот день я была в Портленд-Люси, в церкви, где пасторами были мои друзья. Точнее, я была у них в гостях. Вдруг мне позвонил муж. Он сказал мне, Лимни, так он меня называет. Лимни, мне нужно сказать тебе очень непростую новость. И я подумала, что с его мамой что-то случилось. Она была больна и жила у нас. Но я услышала совсем другое. Муж сказал мне, Мишель, это моя младшая дочь, Мишель мертва, ее застрелил Рей. Рей был ее парнем, я видела его два раза. Я была не просто в шоке, я была в невыносимом шоке. Я не могла в это поверить. Вот я, служитель Евангелия Иисуса Христа. Я только что служила словом, а теперь я слышу это ужасающее известие от своего мужа. Такое не захочет услышать ни один родитель. А вы были в сильном шоке? Какое-то время да, но это было недолго. Благодаря Святому Духу, с которым у меня были прекрасные отношения, Дух Святой стал подниматься во мне и заверять меня, все хорошо, все в порядке, спокойно. Я не видела порядка. Порядка не было. Но я слышала и ощущала голос, с которым так хорошо была знакома. Я попрощалась с семьей, у которой гостила, и поехала домой. Естественно, мне нужно было ехать домой. А это было почти два часа пути. По пути Дух Святой захватил меня полностью. На самом деле, вместе со мной ехал Иисус. Я в этом уверена. В какой-то момент Он сказал, Линда, все в порядке. Она со мной. Он произнес это до того, как я подъехала к дому, и Иисус, который так сильно нас любит, сказал, она со мной. Вы остановились около магазина и стали молиться на языках. Да, я сделала это под влиянием Духа. Я остановилась там буквально на секунду, хотя в этом не было необходимости. Но я повернула на развилке, заехала на парковку магазина, хотя мне ничего там было не нужно. Я даже не вышла из машины, но я продолжала молиться на языках с того момента, как узнала эту новость. Я сидела и молилась. Молилась, даже не спрашивая Господа об истолковании, хотя это, вероятно, нужно было сделать. Я просто продолжала ходатайствовать, потому что эта молитва была глубокой и искренней, и в то же время эта молитва очищала и созидала меня. Она делала это совершенно не осознавая, для чего она это делает. Поскольку она уже довольно долго молилась на языках, у нее была способность истолковывать свой язык, но не в эту минуту. Пока она молилась, произошло удивительное чудо. И совсем скоро вы о нем узнаете. Мы и до этого дойдем. А пока поговорим вот о чем. Вы добрались до дома, и, судя по всему, не могли уснуть. Вы встали и увидели гостя. Да, ко мне пришел Бог. Это правда. Я встала рано утром, у нас небольшой дом. Мама жила с нами и спала на раскладушке, поскольку у нас не было свободной комнаты. Я не включала свет на кухне, чтобы ее не потревожить. Поэтому я сидела в темноте, стояла, сидела, ходила, шагала и просила Господа, помоги мне, помоги мне, Господь. Я нуждаюсь в Тебе. Когда во мне начала просыпаться ярость, ко мне вдруг пришел Бог. Он просто пришел прямо на мою кухню. Он был таким реальным. Я его не видела, не видела, но знала, что он рядом. Я была так знакома с Богом внутри себя, что сразу же узнала его, встретившись лицом к лицу. Я знала, что это он. Он сказал, Линда, не нужно злиться. Будь благодарной, потому что я избавил Мишель от многих бед. Я подумала, нет, не может быть. Звучит так странно. Но Бог добавил, Линда, я прошу тебя простить Рея. На тот момент я была служителем, отнюдь не начинающим. Я служила уже много лет. Я знала, что говорится в Писании, и подумала, хорошо. Я не очень хочу это делать, но знаю, что придется. Я не сразу сказала, да, но в итоге согласилась, хорошо, я сделаю это. Но тебе придется мне помочь. Помоги мне, ведь убийство было жестоким, оно было злым, жестоким и страшным. Я смогла бы простить только со сверхъестественным вмешательством Бога. Наконец я сказала, да, и подумала, я прощу, а Бог мне в этом поможет. Но как только он услышал мою да, он добавил еще кое-что. Его слова лились таким состраданием. Он сказал, Линда, я хочу, чтобы ты приняла Рея как сына. Прими его как сына. Вы можете себе это представить, Сид? Так сказал Бог. Человека, который жестоко убил ее дочь. Принять. Не просто простить, но принять. Как сына. Вы не смогли бы этого сделать? Никоим образом. Никогда. Если бы он меня не подготовил. Вы могли бы простить, но не смогли бы принять его как сына? Нет. Нет, я не смогла бы. Я с удовольствием сказала бы вам, что я сильная женщина Божья, которая сразу же заявила, «О, да, я сделаю все, что ты скажешь». Но это было бы неправдой. Я словно металась в духе. Я не сказала «нет», но я подумала «нет». Да, я подумала «нет, нет, ни за что». Но в конечном итоге я сказала «да, Господь, я знаю, ты не попросишь сделать то, в чем не поможешь». Я сказала Господу «да, я приму его, только помоги мне». Как только я сказала «да, я приму его», меня тут же захлестнуло потоком благодати. Я никогда прежде такого не переживала. Она просто переполняла меня. Все мои кровяные клетки, ткани и органы, все во мне было преисполнило благодатью. После того, как на вас сошла благодать, вы написали письмо этому молодому человеку. Да, тем же утром я села за кухонный стол и написала Рею, что прощаю его. И еще добавила «надеюсь, ты встретишься с Иисусом, который дал мне силы простить». Я передала письмо через пастора церкви, в которую я ходила. Этот пастор занимался тюремным служением. Так начинались перемены в жизни Рея. Это был лишь один из множества других шагов, ведущих к переменам. Приговор за умышленное убийство самый строгий. В штате Орландо за это положено либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. Мне позвонили адвокат Рея и госадвокат и спросили, выберите из двух видов наказания, которые, я сказала, ни один не подходит. Они подумали, бедная женщина ничего не смыслит в законах. Объясним ей еще раз. Они объяснили мне еще раз и спросили, так какой вид наказания вы выбрали? Я ответила, никакой. Из этих – никакой. Они не знали о благодати, которая вас переполняла. Да, поэтому я так и сказала. Она не смогла бы сделать это своими силами. Смогли бы, Линда? Нет, никогда. И я так думаю. Нет, точно не смогла бы. Госадвокат и адвокат обвинения сказали, мы вам перезвоним месяц Марковиц и все обсудим. Я ответила, надеюсь, вы поняли. Ни один вариант не подходит. Чуть позже они вновь позвонили и предложили те же варианты. Я сказала, нет, мне нужно вот что. Срок не должен быть пожизненным. Да, он должен ответить за преступление. Он должен осознать последствия. Но его нужно посадить на разумный срок. И они изменили приговор. Изменили приговор. Сид. Только так они смогли добиться наказания, о котором я просила. Они изменили приговор. За время своего срока Рэй стал сильным, верующим в Господа Мессию. Да. Он не только стал верующим в Мессию. Как он вас называет, Линда? Скажите. Он зовет меня мамой. Своей мамой. Сколько он пробыл в тюрьме? Он провел там чуть больше 24 лет. Задам такой вопрос. Если бы... Ну, смогли бы вы пережить эту травму, это испытание, без назидания, которому способствовали молитвы на иных языках? Скажите честно, Линда, смогли бы или нет? Думаю, нет. Я думаю, я была подготовлена. Мое сердце было подготовлено. В моем духе было назидание, способности и силы. Как раз, когда мне это было нужно. Поскольку я обрела такую силу и благодать, я смогла двигаться дальше. Написано, что мы говорим тайны духом. Да, верно. Вы молились духом, потому что у Бога была своя цель. 24 года спустя, Линда и ее муж забрали Рея после его освобождения. Рей присоединится к нам. Когда мы вернемся в нашу студию, никуда не уходите. Это сверхъестественно. Когда этот выпуск закончится, мы снимем небольшое продолжение, которое вам точно захочется увидеть. Поэтому после программы зайдите на наш веб-сайт и посмотрите это продолжение. Оно изменит вашу жизнь, причем навсегда. Сегодня со мною Линда Марковиц и Рей Чьямаргалия. Рей был в тюрьме. Дело было связано с наркотиками и убийством вашей дочери. Но на вас сошла Божья, удивительная Божья благодать. И вы стали Рею как мама, совершив преступление, но еще до того, как отправиться в тюрьму. Вы хотели покончить с собой, покончить счеты с этой земной жизнью. Но что же произошло? Расскажите, Рей, что вы делали? Поведайте нам об этом. Я направил заряженный пистолет себе в горло. Не один, а три раза. Но он не стрелял. Я направил его в сторону. Тогда он выстрелил. Вновь направил в горло. Осечка. Простите, когда вы направляли его в горло, он не стрелял. А затем вы направили тот же пистолет в землю. И я правильно понимаю, нажали на курок, и он выстрелил. Да, три раза он выстрелил, все три раза. Я подумал, это невозможно. Как так? Я постоянно слышал «нет», «нет» и «нет». Я сказал «а я сделаю это». Если не сделаю сам, тогда меня застрелит полиция. Я направлю на них пистолет, пускай они меня застрелят. Но Бог сказал на это «нет». Я сказал «да», «да», «так и будет». Но этого не случилось. А когда приехали полицейские, и вместе с ними офицер полиции, я спрятал пистолет под рубашкой. Пуль в нем уже не было. Я выбросил их в ручей, хотел избавиться от них. То есть вы решили покончить с собой иначе? Да. Так или иначе. Да, я в любом случае хотел умереть. Я это заслужил, но Бог сказал «нет, у меня для тебя другой план». Ты даже не можешь себе представить, какой. Ты коснешься множества людей. Я коснусь множества жизней через тебя, если ты захочешь быть инструментом моей любви. Все так и произошло. Это его чистая, искренняя любовь. Преступление произошло в день матери Линды. Как вы помните, тогда ехала домой, но по какой-то причине заехала на парковку магазина. И вы припарковались и стали молиться на иных языках. Именно в тот момент Рэю не удавалось покончить с собой. Это было в тот самый момент. Она ходатайствовала. Да, точно. Мы говорили об этом. По-видимому, это тот самый магазин, где Рэй сдался полиции. Да. Кажется, там он и сдался полиции. Но я ходатайствовала. Честно говоря, я мог бы долго сидеть рядом с вами, ощущаю атмосферу Бога. Вы ощущаете то, что ощущаю я? Да, абсолютно. Абсолютно. Вы получили от Линды письмо. Она связывалась с вами все 24 года. Какое влияние это письмо, эти слова оказали на ваше спасение, на радикальное спасение души? Через нее словно говорил Иисус. Словно Иисус написал это письмо, и я читал его, утирая слезы. Я всегда плакал, перечитывая его. Жаль, что я отдал его своему адвокату, потому что она мне его не вернула. Я бы носил это письмо в кармане всю оставшуюся жизнь, но я храню его в своем сердце и помню все, что писала моя мама. Она моя мама на все 100%. Словно она родила меня, я очень ей благодарен. То письмо изменило мою жизнь, потому что иначе я бы не принял Христа. Этого бы не произошло. Но Бог показывал мне, что он рядом. Он словно держал меня на руках. Он обнимал меня. И говорил, ты со мной, ты в безопасности, я люблю тебя. Приди ко мне. Я пришел, и это был мой лучший поступок. Он расширил масштабы моей жизни так, как я даже и не представлял. Я изумлен и благодарен ему. Рэй, а что бы вы сказали тем, кто переживает кризис и смотрит нас в номере отеля, в баре или у себя дома, где угодно, может, с суицидальными мыслями, что бы вы им сказали? Бегите к Иисусу. Какой бы маленький или большой ни была ваша проблема. Если вы думаете, что с вами произошло самое страшное, никто не сможет помочь Богу под силу, все что угодно. Не важно, что у вас за проблема. Бегите к Иисусу. Я сделал это и продолжаю делать. Я умолял Бога, Иисус, помоги моему неверию. Почему мне кажется, что меня кто-то атакует? Бегите к Богу. Он ваше прибежище среди тьмы и штормов. Бегите к Нему, потому что Он – все. Бегите к Иисусу. Я умоляю вас. Иисус, о Котором говорит Рэй, Иисус, о Котором говорит Линда, это не просто какой-то человек, который висел на кресте. Это их самый лучший друг. И Он говорит, я не оставлю и не покину тебя. Я хочу, чтобы сейчас вы помолились вместе со Мною. Сделайте это искренне и от всего своего сердца. Произнесите эти простые слова. Дорогой Бог, я грешник. Я раскаиваюсь. Я верю, что кровь Иисуса, омыл и мои грехи. Я чист. Иисус, приди и живи во Мне. Будь Моим Господом. Я хочу знать Тебя. Не просто знать о Тебе. Я хочу переживать Тебя лично. Аминь. Поведайте нам, что произошло в День Матери, когда Рэй вышел из тюрьмы. Рэй освободился в марте, и, как вы уже сказали, мы с мужем забрали его из тюрьмы. Первым делом он хотел поехать к могиле Мишель. Туда он хотел поехать в первую очередь. Мы съездили туда вместе, затем в мае, в День Матери. Мы служили в церкви в Орландо. Я получила приглашение послужить там. Я хорошо знала пастора и попросила у него разрешения рассказать свою историю в День Матери. Это была нетипичная история для Дня Матери, совсем нетипичная. Но пастор был открытым. Сердце этого прекрасного мужа Божьего было настолько открытым, что он согласился. Так что я рассказала эту историю в День Матери и показала фотографии. В самом конце я пригласила Рэя на сцену. Первое, что он сделал, когда подошел, обнял меня. Мне показалось, что весь зал вздохнул. Это был один из тех моментов, когда мы воздаем всю славу Богу, потому что это история искупления. Это искупление, потому что Рэй не убийца. Это в прошлом. Все осталось в прошлом. Он новое творение, Сид. Он совершенно новый человек. И у него такие чистые отношения с Иисусом. Он не погрузился в религию, пока он был в тюрьме. Это совсем не про него. Он держался Иисуса, и время от времени помогала мама. Поэтому у него такие чистые отношения с Богом. В продолжении этого выпуска Линда помолится за крещение Духом Святым, чтобы вы смогли говорить не на одном, а на множестве сверхъестественных языков, чтобы вы обрели способность истолковывать свои языки и молились, не переставая, как это делала Линда. Также я хочу, чтобы она активировала дары силы, которые в вас есть. И еще кое-что. Я хочу, чтобы вы помолились о той благодати, которая сошла на вас. Я желаю, чтобы она сошла на всех нас. Да. Не забудьте зайти на наш сайт после завершения этой программы. Уверяю, это благословит вас. Смотрите в следующем выпуске. Присоединяйтесь ко мне в программе «Это сверхъестественно». Мы научим вас как раз и навсегда уничтожить страх и лишить его всех прав. Вы обретете полную свободу, и вашей жизни исполнится воля Бога. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ, когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы зимно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купюю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. АСН — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение АСН сегодня.